Брещанин Сергей Белицкий ежегодно проходит флюорографическое исследование. Однако на этот раз его визит к специалисту не был запланированным и проходит не в кабинете поликлиники, а в специально оборудованном передвижном Пульмоэкспрессе. Проходил по-советски, увидел людей в разноцветных костюмах с логотипом Красного Креста, в общем-то, достаточно хорошо обозначены. Поэтому понятно, что один раз в год появилась возможность пройти обследование флюорографическое. Подошли девочки, культурно объяснили, и я заинтересовалась, так как давно уже не проходила флюорографию. Спасибо большое, что создаются такие условия, что возможность такая. Просто случайно пройти, не стоять где-то в поликлиниках. По результатам прошлого года заполиваемость туберкулезом по Брестской области с учетом рецидивов выросла на 17%. На этот процесс повлияло распространение вирусных инфекций, которые ослабляют защитные силы организма. Однако смертность по причине туберкулеза снизилась на 58% и составила один случай на 200 тысяч населения. Успешно завершили лечение 82% пациентов, и целевые показатели госпрограммы по противодействию распространения заболевания были выполнены. При появлении немотивированного снижения веса, снижения аппетита, ночная потливость, повышение температуры, тело в вечернее время, также кашель в течение трех и более недель, не стоит откладывать визит к врачу и обратиться, так как эти жалобы могут свидетельствовать о возникновении туберкулеза. Меры профилактики среди здоровых людей – это выполнение рекомендаций по соблюдению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, полноценному питанию, соблюдению режима труда и отдыха. Среди лиц, которые имеют хронические заболевания, такие как сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, синдромы зависимости, также заболевания желудочно-кишечного тракта и другие хронические заболевания, этим лицам не стоит пренебрегать с диспансеризацией в поликлиниках по месту жительства, регулярно проходить медицинское обследование, выполнять рекомендации лечащих врачей и принимать лекарственные препараты по компенсации сопутствующей патологии. Акцию, которая прошла в Бресте, приурочили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, а ее организаторами много лет подряд выступают представители городской организации Белорусского Красного Креста. За время существования акции у нее появились постоянные посетители, а с каждым годом она становится еще популярней. «Красный Крест» совместно со здравоохранением организовали такую акцию «Белая ромашка». «Белая ромашка» – это символ чистого и свежего дыхания. Волонтеры Красного Креста информируют население о мерах профилактики заболевания туберкулеза, также оповещают людей о необходимости ежегодного проведения флюорографического обследования. Брестская городская организация проводит информационно-профилактические акции не только на улице Советской, но и во всех первичных организациях учреждений образования. Там демонстрируются тематические ролики. Мы отправили презентацию по профилактике туберкулеза. Также предоставили для учащихся в учреждении образования сценарий инфочаса. Главная задача сегодня – привлечь внимание широкой общественности к проблеме туберкулеза. Еще раз напомнить о путях передачи заболевания и мерах профилактики. Всего же приняли участие в акции в этот день и прошли обследование 46 человек.